Экс-министру обороны Мурату Бектанову продлили арест до 20 июня. Информацию подтвердили в пресс-службе Алматинского городского суда. Бывшего главу оборонного ведомства задержали после массовых беспорядков. Напомню, 19 января Касымжумар Тукаев снял с должности Мурата Бектанова, заявив, что он не проявил командирских способностей во время январских событий. Позже генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-министра обороны. Как сегодня идет расследование тех кровавых событий? И сколько ранее признанных подозреваемыми уже освободили? Новые данные у Дамира Анитова. Это 19-летний парень, один из подозреваемых, который находился у Акиматов в те кровавые дни января. На видео с камер видеонаблюдения видно, как молодой человек жестоко избивает полицейских. Спустя время он уже в захваченном здании городской администрации демонстративно размахивает флагом. Все собрались, звали друг друга. Никто не уходил, стояли все вместе. Попали на объективы камер. Я видел и слышал, как со стороны Алматы-Арена шли люди. Сам был у Акимата. Люди вломились в Акимат, зашли. Взрослый человек сидел на столе. Нам сказали, что прибудет Аким. Мы взяли флаг и вышли на улицу. Он упал на землю и поднял его, затем обмотал себе шею. Вышли на улицу, а там взрываются бомбы уже. Потом мы все разошлись по домам. Парень свою вину не скрывает и сожалеет о содеянном. Несмотря на чистосердечное признание, есть люди, которые считают, что большинство задержанных невиновны и их несправедливо заключили под стражу. Но юрист Габи Томирбеков не разделяет их точку зрения, поскольку бандиты хотели совершить госпереворот и должны понести за это наказание. Те люди, которые сейчас говорят, что тот невиновен, посадили, по ним по многим еще следственные мероприятия не закончились, то их вина еще судом не признана. Я как юрист, который помогал гражданам во время тяжелой ситуации, который помогал писать заявление, там были действительно невиновные люди в первые дни, которые потом их освобождали. Были действительно виновные люди. По виновным людям я в основном отказывал, потому что их право защищают другие адвокаты. До сих пор эксперты гадают и спорят, можно ли было предугадать и предотвратить январскую трагедию, унесшей жизни больше 200 казахстанцев и нанесшей колоссальный урон городам и регионам. Но многие едины в том, что произошедшее было попыткой насильственного захвата власти. Это не митинг, это попытка госпереворота. Не могу сказать, что у нас там мы не доросли. У нас нормальная культура митингов, понимаете? Просто вот это все это не митинг. В Алматы что было? Это настоящие обычные массовые беспорядки, терроризм и так далее. Всего в начале января в следственный изолятор города Алматы водворили свыше 500 человек за участие в погромах и беспорядках. По последним данным, свыше 300 из них освободили по разным причинам. По некоторым фактам дела прекращены из-за отсутствия улик, а по другим надначена мера пресечения, домашний арест или подписка о невыезде. Дамир Анитов, Мирами Сабеков, телеканал Алматы.